Александр Анатольевич, Вы первый секретарь Пусковского обоснованного комитета КПРФ. Как Вас занесло в Калужской области? Что значит как занесло? Я вообще много слышал хорошего о Калуге, о Калужской области, о народе, который здесь живет на этой хорошей земле. И всегда мечтал, что называется. Но случай помог. Случай какой? По рекомендации Геннадия Андреевича Зюганова я, то бишь Рогов, включен в состав кадрового резерва президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича с декабря 2014 года. И 144 человека всего в кадровом резерве. Ну вот, не знаю каким образом проходил отбор, что с апреля этого года и по ноябрь текущего года организовано обучение высшего уровня управленческих кадров Российской Федерации. И вот от КПРФ, я в него включен, посоветовался с Геннадием Андреевичем Зюгановым, как поступать. И он сказал, что Рогов, коль мы ввязались в это дело, то нужно пройти его до конца и обучение, и дождаться, когда мы, мы это КПРФ имею ввиду, убедим Путина, что невозможно поменять на 180 градусов внешнюю политику государства и выполнить требования КПРФ. Наконец-то и у народа, и у президента раскрылись глаза, что никакие это Меркель, Обама и прочие не партнеры, а это наши прямые конкуренты, которые смотрят на богатство нашей страны и думают, как бы ими тоже полакомиться на халяву, что называется. Поэтому произошло то, что произошло. До Путина дошло до руководства страны, высшего руководства страны. И правильные события произошли в прошлом году, когда вернули Крым в историческое... Здесь, конечно, надо сказать, что коммунистическая партия, это не агрессивная же партия. Это партия, собравшая воплотила в себе нормальных людей, здравомыслящих, которые направлены на создание нашей государственности, Российской Федерации, благосостояние нашего народа, а нас представляют какими монстрами. А кто пытается представить партию коммунистическим монстрам? У нас в России кто? Вы знаете, по моему мнению, это та сегодня реакционная сила, в общем-то, которая часть находится и в руководстве. Что тут скрывать? Есть. Вот давайте посмотрим, когда вопрос шел о воссоединении Крыма. И давайте, это уже прошло год, мы уже праздновали весна крымская была и прочее, все остальное. Мы от правительства Медведева, его подчиненных услышали какое-то одобрение, какой-то посыл, что это да, это правильно и прочее, все нулевая ситуация. Это о чем говорить? Здесь в первую очередь, раз президент поняв тоже эту ситуацию, но опять по подаче нашей коммунистической партии, Российской Федерации Геннадия Андреевича, поскольку он там неоднократно был, вот, Медведев хоть тоже высказался что-то, так как-то. Понимаете, это раз. Коммунистическая партия была за. Теперь Единая Россия. Что это такое Единая Россия? Я бы сегодня, вот, я уже говорил в своем интервью, когда мы с вами беседовали, я вот ненавижу тех людей, которые в тот период были и нас учили жить. Как, что, чего. Сегодня опять у руля власти и сегодня начинают открещиваться от того момента... Но по Украине они в стороне.